Три недели вдали от дома. Украинские моряки ждут возвращения из Турции. Причиной стал недобросовестный работодатель. Моряки не могут покинуть страну из-за долгов и отсутствия документов. Артур Харатьян, владелец компании, отправивший моряков в рейс, перестал выходить на связь с экипажем и оплачивать проживание. 12 мореплавателей получили материальную поддержку от родственников и диаспоры и смогли вернуться домой. Один из моряков, застрявших в Турции, бесследно исчез. Его местонахождение пока неизвестно. Но повезло не всем. Первым тревогу забил капитан экипажа. Он сообщил, что крюинг о них забыл. Артур Харатьян произвел очень благоприятное впечатление. Он в трудный момент, когда еще был карантин, пообещал им работу. Работа нужна всем. У нас лично три дочери, четверо внуков есть кому помогать. Тем не менее, они живут не на улице, не в приюте. Они живут в гостинице, но и покидать они ее не могут. Они там, получается, в заточении. Они иностранные граждане и без документов. Судно, на котором экипаж планировал отправляться в рейс, находится в отстой с 2015 года. Судовладельцы утверждают, что не имеют отношения ни к крюингу, ни к смене экипажа. По словам родственников, украинские дипломаты о ситуации знают, но помочь ничем не могут. Средств на репатриацию у моряков нет. Ведь за возможность выйти в море, каждый из них заплатил немалые комиссионные. Паспорта им пока не отдают, пока они не рассчитаются по этому долгу. На данный момент в той гостинице, в которой они проживают, тоже задолженность уже около тысячи долларов. То есть для их возвращения, с учетом ценной билеты, это нужно собрать порядка четырех тысяч. В данный момент их осталось всего семь человек. Состояние угнетенное, конечно, потому что какой будет выход, найден и смогут ли там собрать деньги. Никто еще не знает. В данный момент они находятся в отеле. Благо, хозяин отеля им частично идет навстречу и выделил для них кухню, где они могут сами готовить себе еду, не оплачивая в гостинице. Ну, всячески им помогают по мере возможности. Первая отправка моряков должна была состояться в середине мая. Но из-за долгого сбора документов рейс пришлось перенести на июль. Условия ничем не отличались от любой другой компании, которая могла бы предложить работу. Посредник, через которого оформлялись моряки, не вызывал никаких подозрений, рассказывают родственники членов экипажа. Потому никто подвохов и не увидел. Спустя неделя, вторая, в общем, завтраки, постоянно какие-то отговорки, что он заболел, что он пропал, его кинули. Один агент, второй агент, третий. Скооперировались с ребятами, начали звонить родным, близким, чтобы как-то забрать наши паспорта, заплатить за гостиницу, хотя бы за себя. Добиваться справедливости семьи, попавших в беду моряков, пришли под здание профсоюза работников морского транспорта. Как оказалось, ни один из мореплавателей экипажа не является членом профсоюза. Но помощь им все-таки предоставят. Мы обратились к нашим коллегам в АТФ, со штаб-квартиры в Лондоне, провели с ними быстрые переговоры, объяснили им ситуацию. И они пообещали из своего резервного спецфонда, из которого они помогают в случае кризисных ситуаций, когда моряки на брошенном судне, либо моряки не добрались до судна. И они готовы помочь нашим украинским морякам, чтобы их репатриировали, чтобы заплатили за долги в отель, чтобы могли вернуть документы. И нам пообещали, что это будет сделано. Подобная история с крюингом Харатьяна не первая. В отношении его компаний уже несколько лет ведутся уголовные производства за вымогательство и получение неправомерной выгоды от моряков. Тогда им вернули деньги и отправили домой за счет судовладельца.